Среди рек синих-синих, где в березах земля... Большинство из вас уже знают. Прокомментируйте, что здесь гриба. Почему он выкосил яблони? Ну, понятно, что... Слово непонятное. Ну, что его комментируют? Сало как сало. Чёрный рак, вот что это. Вот это и есть чёрный рак. И почему он выкосил яблони? Вначале яблони, потом прогрушили. Я взял... Это мне сам Бог такие вопросы задаёт. Пол Кор, это не я придумал, это вот он продукт прислал. Почему он выкосил яблони? Он считает, что он выкосил яблони. Давайте смотреть внимательно. Ребята, это учёба. Это важнейший момент. Главное не натворить дел. Я, когда набрал чёрный рак, первая же фотография, я не стал дальше листать, но они всё-таки. Я увидел искалеченное дерево, раз. Я увидел, видите, обрезано два. Согласны? Я увидел, обрезано три. Так нет. И вот получается, что... Сейчас вспомнишь, что там ниже. Вот эти вот дама, это рекордсмен, когда она... Ангельский голос, это такой голос... Таким голосом можно человеку попросить взаимой миллион и сказать, что не отдам, а он всё равно отдаст миллион. Это такой голос. И вот она надёргала фотографии в этом, в интернете, они все там. На тот момент было около миллиона просмотров, сейчас уже третий миллион просмотров. А я ещё тогда не выдержал. То есть, один из первых вебинаров, когда у неё было 900 тысяч просмотров, я возмущался, что ты творишь-то? Ведь то, что выкосил, это не чёрный рак выкосил. Понимаете? А вот это дурь, подлость, предательство. А потом, когда я опубликовал свой фильм, только у неё миллионы просмотров, там было, может быть, два тысячи три. Она ответила, а я взял, каким чудом моя, как называется, ссылка, да, вот с этим кином, я взял и разместил у неё вот здесь вот, вот в этом кином. Только берёшь, набираешь обрезка плодов, деревья, да, начинаешь, всё, сразу попадаешь в это кино. И там эти комментарии я взял, разместил. Она прижилась там, почему-то я никто не уничтожил мою. А потом бах под ней, читаю, появились люди, которые считают, что обрезка вредна. Она вредна. Кстати, заметьте, мы про чёрный рак говорим, про эту дурь, вот про эту, видите, про эту дурь. Вот, называется омоложение дерева, на самом деле уничтожение. Обрезка, появились люди, она у меня имела в виду, ссылку не уничтожили, а лень умеет уничтожать. Которые говорят, что обрезка вредна, опасность смертельна. Но мы не можем не отрезать нижние скелетные ветки, потому что тогда под грузом урожая плоды лягут на землю и будут гнить. И вот этот пример она привела для того, чтобы продолжать, и ещё после этого, миллион триста тысяч ещё просмотров. Диана и столько набирает до этих самых. И везде класс, везде замечательный, голос-то у неё гангельский. И все восхищаются вот этим вот. А я говорю, ребята, подхожу. Это была эмоция. А теперь правда. Чёрный рак – это грибковое заболевание. Официально выглядит так. Да, на плодушке, ветвях, столах. Дерево начинает умирать. У него и везде же, и на плодушках, и на ветвях, столах. Везде появляются мёртвые зоны. То есть, пятна мертвичины. И на них поселяется тот самый чёрный рак. Вот он, видите? Я ничего не напутал. Вот он. Считайте. Вот он, вот. Всё правильно. Вот. Всегда и до сих пор, пока были, я не являлся таким специалистом. Я потом наблюдал. 20-30 лет назад про чёрный рак писалось следующее. Это потом подлецы появились, вот эти вот недоумки, недоучки. А про них писалось следующее. Чёрный рак. Это. Я цитирую классиков. Это всё было. Тогда были справочники. Не было, вот вообще не было интернета. Чёрный рак появляется во второй фазе жизни дерева, когда они начинают стареть. Появляются отдельными пятнами. Пятна, с чем дальше, с каждым годом, может становиться всё больше и больше. Но быстро он дерево уничтожает. Дерево продолжает расти. Ну, какой-то, вы знаете, просто уже посинят. Дерево переходит на последнюю стадию жизни. Чёрный рак всё больше и больше. Он может убить его. И мы считаем, он виноват. А может так до самой смерти сопровождать. Потому что дерево 30-40 лет. Выпиливаем. Оно уже себя не оправдывает. Место занимает. Вот вместе с раком, который так и остался, в виде какой-нибудь там, этот самый. То гриб, то тарик вылезет, в виде шляпки. То действительно чёрная такая, как сажа. На участке, вот на таком, вот на таком. Целая ветка. Но он всегда был сопутствующим. И никто никогда не обвинял его в гибели дерева. Дерево стареет. И он не приближает ту гибель. Он просто ищет дерево живо. А мертвичину он уже начинает перерабатывать. Это его роль. Законная роль. И если бы он этого не делал, не было бы жизни на земле. И это было, было. Вот так было. А сейчас уже человек выкосил яблони. Он тоже считает, что чёрный рак виноват. Вот так я отвечаю. Вот это вот калечение не имеет никакого отношения к этому самому. У нас выкосил уже не вот этот гриб, чёрный рак, который мы называем. У нас выкосила бактериальная болезнь. Бактериальная. Как она называется, мы не знаем. Потому что мы не знаем, как это болезнь. Как она появилась у нас, в Хакасии и на юге Краснодарского края. Понятно, привезу с юга. Были уничтожены почти все яблони. Я рассказывал, пока ездил в этот самый, два года я ездил, возил больного человека, да, и мотался по всему Абакану просто от любопытства. На рынок, туда, сюда. Что продают? Какие сажаются? Причём? Я везде, я всюду смотрел. Исчезали. А когда-то это было море. И потом смотрю, остались одни ранетки. Продают ранетки, а крупноплодные яблоки исчезли. Вместе. Вот. И эта болезнь никакого отношения к чёрному раку не имеет. Если заставить этих самых, дать ответ этим самым, выпустить сантимирязевки, они даже в таком виде, когда нужно брать уже топор, они скажут, кубицидами опрыскайте. Вот. И существует. Я даже шире взял. Не только то, что раны делают, а всё, что делает с деревом, выкашивает, не выкашивает, а уничтожает червей, уничтожает моровьё, которые борются с этими, с насекомыми. Я сколько раз видел этих моровьев. Они такие трудяги. Смотрю, ни одно лисико за год. Он моровьев, так вот раз-раз-раз-раз-раз ищет. Ищет, ищет добычу. Это его роль, это это. Так как собака защищает дома от этих самых, от воров. Так и моровеев защищает. Вот. А мы их, эти, солярка, фу, блин. И вот получается, весь набор, всё это направлено на вытяжение. Даже то, что ненужное, бесполезное, когда люди присылают фотографии, дерево, которое уже всё уже, уже всё, оно всё в этих самых лишаях, в этих, я так лишаяники называю. Вот. Всё во мху, всё в этих грибах, нет фунгицидов. Даже это помогает уничтожить дерево. Ведь это же всё в почву попадает. Уничтожите моровьё, уничтожите эти самые, грибницы подземные, которые кормят, кормят дерево. Вы об этом, знаете, у вас хоть проходили в этих тиберезах. Уничтожают червей, они просто и от обильных поливов погибают. И они погибают от того, что яд попал в почву. Ну, думать же надо, прежде чем это, не зная причину, уничтожать. Отучите людей калечить деревья. Перестройтесь. Или безнадёжно. Вот это мы можем. Человек, который никакого отношения не имеет садоводства, набрал кучу этих фотографий и давай комментировать. И давай, и давай. Как же не отрезать? Опустятся ветки до низа. Какой он под урожаем? Какой урожай-то будет? Ты что думаешь-то? Миллион людей подставить. Это всё на полной всерёжи. Чё думают они? Стрижка до дерева. Это не я писал. Сейчас ведут просто косметическую стрижку. Убирают лишние верхи, разгружают низы и осветляют загадёнными. Вот это придумать же для живого дерева, у которого столько проблем без тебя, которые на тысячи метров переехали на север с Италии и Испании, которые так ели живы, которые так короткий век, которых хватает этих грозобоин, этих самых солнечных ожогов, которые неправильно посадили в гнев корневого шейка, которые искусственный штамп, сделали, чтобы они не могли контактировать с корнями нижней скелетной ветки. Это кормёвка корней. А через корни кормится вся округа. Знаете, чем глюкоза, так же, как мы. Мы же глюкозу не производим. У детей в организме вырабатывается глюкоза, они маленькие. Подразумевается то, что взрослые, они это, если брать исторические слова, что ребенку нужно вырасти. У него в желудке вырабатывается глюкоза, а взрослые уже не вырабатываются. У них вырабатывается H5, C2, H5, H, это этиловый спирт. А люди забрели водку и прочие напитки. Потому что это как идет эволюция такая по уничтожению самих себя. А здесь в садах все просто. Верхние листья дают плоды с глюкозой. Нижние листья дают глюкозу, нижние ветки дают глюкозу напрямую. Что я должен этим самым тыкать носом то, что они понятия не имеют. Мне вот это убивает. А та глюкоза с низших скелетных веток через корни идет это самое. Там получается особое состояние. Вот почва она пропитана этой глюкозой и все на этом живут. вся жизнь основана на этом. Я отрежу. А потом вот на это любоваться. Вот на это вот. Ой, черный рак. еще один гриб. Это не я. Это человек написал вторую часть письма. Еще один гриб. Свет, понятия не не имеет. Вот когда они знают, начинают бороться вот с этим. И когда вы боретесь вот с этим, вот, хоть поливайте фунгицидом, хоть скребите, одирая. Только хуже, хуже, хуже и на смерть. Дерево борется с вашей тупостью, когда вот это вот, господа эти, темирязицы, когда вот это вы натворили, когда вы учите отрезать ветки. Когда дерево с этим борется, не лезьте к нему. Как там было, четыре ветки отрежем нижние? Это от вас. как же, наука, давайте, теперь все кому не лень, давайте, керосин, давайте, наука сказала, что эти муравьи бредны. Вот. Как без обрезки? Валерий Костинович уже июнь я не отрезал ветки, не не успела обрезку сделать мне, что дерево погибнет. Людей довели до идиотизма. Итак, тот греб черный и вот этот самый вредоносный считает человек. Требуется решение от этих напастей. Сделайте, пожалуйста, развернутый доклад по проблемам и путях решения, исходя из предложенной вами агротехники. Представляете мое состояние, человек не верит. Вы, наверное, видят, что сад нормально, он видит, что у меня грибов нет, а если есть, я, допустим, отрезал кусок ветки, да, вот, а на этом аппендиците появляются грибы, правильно, но они дальше аппендициты не лезут, и дерево не уничтожили, и садят не собирается. Вот такие грибы у меня есть, называется гриб тортовик, самая безобидная из грибов. Так вот, от меня просят развернуть доклад по проблемам путях. Вы представляете, развернутый доклад, а я говорю, что эти грибы, не надо с ними бороться, они самые безвредные, самые безвредные на свете, с ними не надо бороться, надо бороться с той дурью, о которой я рассказал. Ну, будем считать, что я вам доклад выложил, только с эмоциями совсем. вот книгу вон ту выпишите, покажите у Павла Троценко, вот тогда это. Лишние книги будут изданы. У меня не плодной, если не плодной подручет груша, подрубите толстые корни, и она порадует обильным выражаемым. Вот это я вам пусть уже показывал ее, ну, я же как стараюсь, смотрите, вот обекер, он случайно я вот ради этого сад жизни, помните, я назвал его сад смерти, подрубите корни, стоит подрубить корни, а дальше помните с Масарсеном вместе, как это самое, как плечом плечу, вот, система будет уничтожена, циркуляции не будет, ну, подрубить корни, ну, это, вы понимаете, вот этот человек, да, 20 тысяч подписчиков, 25 тысяч, ну, почему у них сотни тысяч просмотров, какой-то сад жизни, ну, чем ты думал, ты че советовал-то, ты, людям, по колено, ноги подрубить, целых две, зачем две, с одной проживет, если живу с одной, давай другую по колено отрубим, ты чем думал-то, толстые корни подрубить, тебе 25 тысяч человек поверят, а груши 3-5 лет, если она привита, ну, в это время она заплодоносит, на 45-й год, а чеху захотелось на третий, а эти сеницы, действительно, можно 10, ожидать и 15, и давай рубить корни, чем думать, я не понимаю, а я в реке уже под раздачу попал, новинцы, саженцы, персиков, ты хоть один персик выросил, эй, вечер, сколько лет я мечтал, придут туда спецназ, взломают дверь, вот, арестуют все эти самые, посчитают, сколько этих самых убытков нанести стране, мы вроде, по-моему, сдохли с завистью, случайно увидел мой фильм, ничего себе, а я там это, сколько миллиардов украл, они больше украли у людей из кармана, где ваши соса персиков, а, белькер, за последнее время в этом Смоленске были, ну-ка, давайте сад тут, Смоленске опять смотрят, так вот, отвечая на вопрос, том, что, косит груши, виноват, прежде всего, сырость, это объективная причина, там, где яблони пройдут, груши не пройдут, я так и написал, это не научный термин, беззащитные яблони, это не научный термин, и это главный принцип, я целый доклад, мой доклад, это 190 креминаров, вот, вот она груша, я, с ценой наблюдения, я не собрал все фотографии, другие, в других местах показывал, ну, казалось бы, часто видно, это мои козырные для будущих учебников, видели? Видели? Я вам пусть еще раз показал, или, по-моему, в отдельном кино показывал, вот это, да, в отдельном кино, видели, да? На ровном месте, да еще, их родные места, морозостойкость ниже у них, но я не беру в Сурискую дику грушу, та уже приспособилась к России, если считать это Уссурийское, что это, это самое, дальний край России, да? Вот. Это сразу происходит, несколько лет груш нету, на ровном месте, только холмы, только холмы, раз уж попала она туда, где снегу, больше, только холмы. Еще пару слов под этот Минилез, который уже достал уже, кто только на него не ссылается, это тоже гриб. Манилия – это гриб. Это не я пишу, это вот в таких вот источниках, то есть в таких же, как это, вот в таких источниках пишут. Вот в шкуке нажимаю и читаю. В России Минилез распространен очень широко, но самые большие масштабы заражения, я, не заражает, Минилия, гриб не заражает никого. Верет в себе то, что вы уничтожили, как и должен же. Если Минилия, Минилия, один из самых распространенных, самых распространенных грибов, не жрал бы то, что он нами, что нашими руками уничтожил, ну или морозами, ладно. Жизнь бы остановилась на земле, цепочка бы остановилась, это часть цепочки, гриб Манилия. А тут пишут, заражение, северо-запад, центральная область, Алтай, Южный Урал, Сибирь. Это те области, где обычно бывает достаточно холодно, влажно, ну хоть раз правду написали. Но если она холодная, влажная весна, ну сделайте так, чтобы они меньше влаги подвергались, чтобы этого не было. Эти условия служат причиной серьезной губитой болезни в результате разрушения патогенного гриба Манилия. Да никакой нахрен не патогенной. Вы возьмите его, перенесите на молодые мои груши. Как угодно. Миллион спор, найдите там, наковыряйте, наскребите там, где они якобы и есть. Мешки соберите. Возьмите несколько груш моих, там 5-10 лет. Желательно тех, в которых я ничего не брал, все-таки, например, обсыпьте так, чтобы она прямо раз это. И ждите, когда она, это, хоть, хоть там пятышка появится. И не дождетесь. Меры лечения. Внимание. В противном случае взрослые дерева, не именуя его, пристопоги. Конечно, погибнет, если вы вот этого даже не знаете. Напишите про холмы. Ну, про холмы же написали. Так, мимоходом. Хоть здесь малечко сообразили же. Ну, так надо, что делать-то? А далее реклама. Чего реклама? На это. А вот это вот, я еще раз покажу, на этом остановлюсь. Но уже слов нет. Ведь, понимаете, пусть мы это проходили. Но человек же задал вопрос. Ему нужен развернутый доклад. А вот часть его. Берется страшная калека. Это способ под названием окулировка. Сюда внедрили культурную ветку, а дикую отрезали. Так. Дикую отрезали. Вот она. Теперь возьмем диаметр культурный и диаметр раны, страшная, несчастная рана. Вот где работа для манили, а? господин доктор наук. Я, у меня есть, я шел фильм, а я вот так фотографирую, и там лицо, физиономия, человека, которое написано, доктор наук, его фамилия. Хотите его знать? Пожалуйста, смотрите. Вы набираете, посадите яблоню, грушу, правильно, грушу, грушу, яблоню выдержит, грушу, куда? В яму, а он потом взял, доктор наук, взял в руки лопату, их сделал бордюрчик. Представляете, бордюрчик еще сделал, а потом у него здесь чего только нет. Вы догадываете, что все это будет провалено вот так? Он посадил яблоню на короткую жизнь, а грушу на верную смерть он посадил. И это в 21 веке, и это в 21 году, посадить грушу правильно. Это человек, который учился, ну сколько ему на вид, я уже давно фильм от не видел, лет 50-60. 30 лет назад, допустим, 30-25, 35 лет назад, он закончил институт, потом пошел профессора. Вот когда его учили, а потом что, надо было серебряники заработать? Нахрена ты, не имея понятия, что груша совершенно это? Я говорю смело, потому что леса нет, фамилии нет. Ты просто представляешь собой целый класс вот таких вот специалистов. Ты хоть одну грушу выросил таким способом. Ну, правильно. Вот мой развернутый доклад. Извините, по-другому не умею. Дело в том, еще что? Я хотел сказать. Вот это вот, вот это вот. Клоновый подвой. Я уже говорил, что такое клоновый подвой. Палки придают условия, когда она обрастает снизу корнями. Центрального корня нет, ничего нет. Все до единого корешки из, не из клеток, из по чек. Маленькие, короткие, вот такая, знаете, бороденка, как китайского мудреца. Вот такая бороденка, вот такой бороденкой получается. И все. Дальше говорят, что, да, получается, карлики, полукарлики, самые карлики, это колоновидные, которые, как прислой колоновидные, начинают поливаться. Даже яблони начинают поливаться. Они себя не оправдали. Колоновидный груш, абрикос, слив, вишен, персиков не существуют в природе, а продают вам их миллионами. А их в природе нет, а их продают. Тази Бекер. Помните, я это, подряд показывал. Вот. Их нет в природе, а их продают. Вот. И получается такая картина. Я вернулся к яблони. Вот это отклоновый подвой. Я честно пишу, что через 15 лет дерево должно погибнуть. Почему? Я беру палку, втыкаю ее в землю. Или даже закапываю. Наполовину. Палка сухая в одном случае, мокрая в другом случае. Ну, то есть, со свежего дерева. Мокрая была с накорнями, сухая осталась сухой. Проходит год-два, и сухая переламывается на границе землевозного. Так нет. Вот. То есть, я выкапываю остаток палки. Ну, это мы проходили. Я вам показывал фотографию, делал специально. Она, конечно, немножечко подгнела, но она целая, ее не сломать. Обязательно ломается, причем сама. Вот год-два она держит саженец. Мы ее убиваем. Сверху она крепкая, сухая. А на границе проходит год-два, и она раз, и уже держится, не саженец держится за палку, а через год-два всего лишь палка держится за саженец. Уже вот так вот показывает. Я металлург. Даже как Арсен, наверняка, это самое, меня поймет. Есть коррозия металла. Почему? Любой металл на границе сред теряет свою прочность. Это знают все. А что это? Ну, то металл, то металище. Он может быть еще с присадками, он может быть чуть ли не чугун, и тот теряет прочность. А здесь-то бедная, беззащитная палка. Год-два она упала. Как можно бесенец, который имеет генетически природную корневую шейку, использовать вот это для этого? Сами говорят, 15 лет дальше не живет. А если вот поливать в этой яме? На южных странах придумали луговые сады. Два-три урожают все, и тут же это, теряет, прочность теряет этот иммунитет. Естественно, что гниет основание штампа и у них. Поливаем капельное, это еще сырее, еще гнилее. Два-три-четыре года. А мы что, садим деревья, мы, садоводы любить, на два-три-четыре года? Ты кому вот это показывал, а? Вот это вот. Ты даже не объяснил, что надо ветки-то обрезать, чтобы она лучше прижилась. Жалкие несчастные корни искусственные и развитые кроны. И вот этот тупик, вот этот нас в него загоняет. Как можно было держать в руках вот это чудо, вот эту корреку инвалида? Вы поняли, для кого я говорю? Вот про что. Пути решения развернутый заклад, как мог, рассказал. Предоносное, самое безобидное, если это знать. Косметическая стрижка, убирает низ, это я просто искак, везде-всюду вот это вижу. Лишние верхи, разгружает низы, это что значит? Кто будет кормить-то этих червей, кто будет кормить микоризу, кто будет кормить грибы? Не будут грибы кормить дерево, если с дерева туда глюкоза не попадет. Осветляют загущенные места. Стрижка назвали. А потом грибы виноваты. Корни. Подрубите толстые корни. Вот как я говорю, вроде бы хоть бы один пал. Нет, есть один мудак, извините, я уже других слов, обязательно какое-нибудь дерьмо напишет в комментариях, зная, что ему ничто за это не будет. Но он один остался такой. А так-то нормальным людям, вот это должно быть понятно. Это же не я ее заставил вот это вот самое, его посадить. Это же он вылезет через 30 лет после того, как его учили. Развернул где-то саженец. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова